Здравствуйте! Сегодня мы будем украшать наш дом композицией срезанных цветов. Нам понадобится немного терпения, фантазии, а также некоторые материалы. Основа композиции будет представлять из себя стеклянную вазу, наполненную водой, а также ракушками, камнями, декоративными отсыпками. Я хочу имитировать морское дно, поэтому начнем с того, что насыпем цветные камушки на самый низ нашей вазы. Морское дно не бывает ровным, поэтому и камни я распределяю неравномерно. Мелкая стеклянная крошка, чтобы создать нюанс. Можно поместить пару ракушек. Продолжаем засыпать камнями. Хочется добиться эффекта слоистой структуры, чтобы у нас не смешивались слои, а шли по отдельности. Камни, стекло, камни, стекло. Композиция цветов будет выдержана в нейтральных тонах с присутствием белого цвета. Поэтому я не использую яркие отсыпки. Думаю, что несколько более крупных ракушек на морском дне нам не помешает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, что можно добавить пару красивых жемчужин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что не стоит наливать слишком много воды, чтобы композиция не была слишком тяжелой и непригодной к переноске. А сейчас мы должны заклеить поверхность ваза скотчем. Подойдет обычный широкий прозрачный скотч. Заклеиваем очень внимательно и аккуратно, чтобы скотч держался хорошо и не оставалось никаких дырочек и щелей. Это нужно для того, чтобы впоследствии скотч мог выдержать весь вес нашей композиции. Думаю, что еще один слой в обратном направлении нам не повредит. Стоит закрепить обычный скотч по краю, ленточкой анкор скотча. Это нужно для того, чтобы впоследствии, когда ему надо будет выдерживать большой вес, а также кусочек влажного оазиса, чтобы скотч не отклеился. Анкор скотч более устойчивый против воды. Итак, подготовительные работы закончились. Дело за оазисом. Оазис я предварительно вымочила в воде, и теперь нам нужно подогнать его под форму вазы. В принципе, он подходит. Можно только срезать уголочки, чтобы было удобнее потом размещать здесь цветы. Оазис приклеиваем к вазе при помощи того же анкор скотча. Закрепляем по периметру еще одной лентой анкор скотча, для того, чтобы оазис также прочно держался на композиции. Итак, теперь дело за цветами. Как главный цветок я выбрала орхидею. Это, пожалуй, будет самое яркое пятно в композиции. В качестве зелени я использую фисташку. То, что флористы для быстроты называют фисташкой, на самом деле является листьями мастикового дерева. Мастиковое дерево – пистация лентискус. Это близкий родственник фисташкового дерева, известного нам по необыкновенно вкусным плодам, так называемым фисташковым орехом. Смола мастикового дерева используется для изготовления лаков. Родина этого растения – Средиземноморье. Там оно достигает высоты 3 метров. В комнатных условиях оно пригодно для выращивания в качестве бонсая – маленького деревца. Равномерно заполняем пространство оазиса зелеными листочками. Делаем это так, чтобы максимально скрыть некрасивые части, где видно анкор-скотч. Чтобы получить форму шара, я предварительно размещаю фисташку по четырем сторонам, чтобы сразу увидеть будущую форму композиции. Итак, зеленый объем мы создали при помощи симпатичных веточек фисташки. Теперь перейдем к более декоративной зелени. Пожалуй, начнем с гиперикума. Эти зеленые ягоды называются гиперикум. Я думаю, что они нам будут очень кстати. Также размещаем их равномерно по композиции. Теперь переходим к размещению основных элементов композиции – орхидеи. Для того, чтобы разместить орхидеи в композиции, нужно отрезать отдельные цветочки и поместить каждую в специальную колбу, которую мы наполним водой. Наполняем колбочку водой и ставим туда орхидею. Делаем это очень аккуратно, цветок хрупкий. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Воды в этой колбе достаточно для того, чтобы орхидея чувствовала себя спокойно несколько дней. Если в квартире достаточно жарко, то, в принципе, можно будет добавить воды, аккуратно вытащив орхидею, сняв ее вместе с резиновой колбочкой. Долить воды внутрь и идти обратно. Все очень просто. Нужно отрезать длинную ножку. Примеряем, сколько именно нам надо отрезать. Пожалуй, практически все. И размещаем орхидеи в композиции. Я делаю композицию кругового обзора, поэтому равномерно размещаю цветы по всем сторонам. Так, чтобы с любой стороны она смотрелась прекрасно. Разворачиваю цветы так, как мне нравится. Когда мы разместили основные элементы, сразу становится ясно, что еще нужно добавить, чего еще не хватает. Пожалуй, я воспользуюсь таким замечательным растением, оно называется алю. Я думаю, что оно подойдет для нашей композиции. Хочется добавить какой-то необычный элемент. Я думаю, что можно использовать вот такую нетрадиционную гвоздику. Во Франции и Англии гвоздика была цветком высших сословий. Ее любили короли. В Бельгии она стала цветком простонародия и символом благоустроенного домашнего очага. Первой ввели в культуру гвоздику садовую – диантус кариофилию, ставшую предком современных тепличных ремонтантных гвоздик. Затем появились многочисленные гибридные формы этого вида, а также гвоздик перестый, сизый, бородатый. В настоящее время имеется несколько групп гвоздик, сильно различающихся по внешнему виду, наличию запаха и продолжительности жизни. В данной композиции используется гвоздика зеленого цвета и довольно необычной формы. Также находим для гвоздики подходящее место. Гвоздик имеет одну особенность – подрезать ее нужно после междоузлия или до, но ни в коем случае не точно посередине. Хочется добавить еще немножечко цветов. Пожалуй, я использую альстромерию. Альстромерия – один из самых долгостоящих цветов. Она может радовать вас около двух недель. Думаю, что цветов достаточно, хотя в цветочной части еще остались места, где видно оазис. Проблемы эту мы решим при помощи эвкалипта. Веточки эвкалипта имеют очень симпатичные ягоды. Я думаю, что они очень подойдут для нашей композиции в натуральном стиле. Учитывая неяркие тона нашей композиции, я думаю, что мы можем позволить себе некоторую слабость. Сделаем ракушку с жемчужиной внутри. Для этого нам понадобятся две раковины такого-то формы и жемчужина, а также термоклеевой пистолет. Выберем половинку раковины, капаем маленькую капельку клея, приклеиваем жемчужину. Примеряем. Теперь склеиваем обе половинки раковины. Я сделала раковину со слегка открытыми створками, чтобы было видно жемчужину. Осталось только разместить ее в композицию. Для этого нужно взять маленький кусочек проволоки и приклеить ее при помощи того же горячего клея. Просовываем между раковинами, аккуратно сплетаем, подклеиваем клеем. И отрезаем лишний кончик. Готово. Осталось найти для нее место. Мне кажется, такая драгоценность должна занять центральное место в композиции. Убираем самую красивую сторону и помещаем ее туда. Наконец-то мы можем полюбоваться законченной композицией. Фантазируйте, творите из всего, что есть под рукой. А мы с вами скоро увидимся снова. С вами была Алена Пескова. До встречи. Осталось дело за оазисом. А оазис у меня в подсобке. Я просто еще не сказала, что я там, Алена Пескова. Я, конечно, не знаю, обязательно это или нет. СМЕХ Осталось дело за оазисом. Продолжение следует...